Всем привет мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном как обычно я Антон и я продолжаю проходить игру под названием В тылу врага 2, она же Faces of War. Ну что друзья, продолжается у нас советская кампания и на очереди у нас миссия Нейенхаген. Одна из самых жопных миссий, по крайней мере из воспоминаний моего детства. Я всегда дико просто бомбил вообще с этого задания и просто мне всегда казалось, что эта миссия просто жучайшая головная боль, что ее проходишь-проходишь и никак не пройдешь. Но, друзья, я когда тренировался, тестировал запись и прохождение этой миссии, я открыл для себя хитрый хинт, как это все дело пройти по-быстрому. По крайней мере один маленький эпизод, о котором я вам расскажу чуть позже. Ну а пока зачитаем брифинг. Уже неделю нас бросают с места на место, как по очередному вызову, как какую-то пожарную команду. Вот и сейчас нужно выручать штаб бригады, попавшие в беду в районе Нейенхагена. Это уже, считай, почти Берлин. Вот такие его дела, друзья. Давайте же начнем. После прорыва зеловских позиций движется в одном направлении. На запад, на Берлин. Один только в этом минус. При таких темпах наступления участились нападения недобитых немецких частей на тылы наших, рвущихся вперед армии. Ну а нам за успехи в предыдущей операции дали немного отдохнуть от передовой. И сейчас мы сопровождаем штабную машину с документами. В расположении основных сил армии. Работа не бог весь какая для отборного разведчика. Но командование понимает, что даже железной гвардии нужен отдых. Хидреный корень. Флагпост, пулеметы. Немцы. Здесь, кажется, нарвались. В нашем распоряжении машина с рацией. С ее помощью мы сможем дать сигнал нашим войскам о начале атаки. Отлично. Теперь нам надо найти удобную точку для передачи сигнала. Здесь низина. Вон тот холм. Очень даже подойдет. Ну что, друзья. Жопа полная. Как я и говорил. Я прям даже на паузу поставлю игру. Мало ли. Я объясню вам принцип. На самом деле, вот эта часть с... Нашим вот заданием. Переправить штабную машину на другую сторону реки. Это самая жопная часть миссии. И самая непонятная с точки зрения прохождения. Вот эта машина. ГАЗ-67. Ее нужно переправить на другую сторону реки. На вот этот вот холм. Здесь столько ганцев. Просто не перечесть. Причем мост заминирован. Как вы можете видеть, вот рация стоит. И, конечно же, мост взорвется. Конечно же. Ну и, как видите, здесь уже мешки с песком поставлены. Снайперы сидят на мельнице. Так что легкой прогулочкой не будет. Это я заявляю совершенно авторитетно и стопроцентно. Поэтому давайте сохраняем игру. Пока еще у нас ничего не получилось. Тут, кстати говоря, стоит трактор Универсал. Советский трактор. По-моему, он в Ленинграде производился. Насколько я помню. Так. Подводим наших бойцов. Позиция. Пусть они окучивают ганцев в теплицах. А двоих бойцов отводим вот сюда. Захватить бы привод, и мы сможем переправить машину на другой берег. Родной на перезарядку. Хорошо. Просто шикарно. Так, друзья. Как только наши товарищи говорят о том, что мы выкурили садовников, отлично. Можем приступать к следующей фазе нашего задания. Так. У кого больше патронов? Вот у тебя. У тебя и гранат до жопы. Василий Голубев. Вот она, наша задача. Естественно, ганцы мост взорвут. Это 100%. 100%. И нам нужно захватить вот эту вот паромную переправу. Вот он. Вот здесь стоит. Привод. Пульт управления. Но мы же понимаем, что эти мешки с песком здесь не просто так стоят. Здесь ганцев до черта. И поэтому нужно как-то переправиться на другой берег. И при этом не попасться пулеметчикам. Я бы в жизни не мог подумать, что здесь наш боец вполне может забраться. Вот здесь вот. То есть, для меня это было открытием. Когда вот я проходил миссию за кадром. И прям даже не ожидал. Потому что обычно для меня это всегда была проблема. Плывешь прям под носом у пулеметчиков. Они тебя окучивают со всех сторон. И из-за этого куча проблем. Так. Еще бы снайпера выкулить. Хитрого говнюка. Есть. Я походу себе еще и снайперку нахабатил. Так. Но, друзья, расслабляться рано. Тут у нас ездит БМП. Где она? Из-за тумана войны не видно. Так. Аккуратненько. Вот сейчас главное не фейлануться. Надо забрать снайперку. И патроны. Вот она. Вот она стоит. Собака. Так. Вот этих двух пулеметчиков или вот этого вот? Как лучше нам сделать? А лучше нам забрать гранату вот этого. Еще немножечко. Вот так. Вообще шикарно. Вообще великолепно. Но я думаю, убить вот этого будет лучше. А может быть сразу двоих? Так. Подъезжает это говно. Твою мать. Граната. Так. Теперь задача справиться с БМП. Как-нибудь. Если получится. А я очень хочу в это верить, что получится. Потому что траектория движения у нее совершенно отбитая. Тихо, пацан. Не надо плавать. Давай, пока сопли жуют. До свидания. Так. И отходим. Сейчас этих петушар надо будет выманить. Я здесь. Быстрее, боец. Это не пулеметчик. Это волкодав какой-то. Он просто зверь. Что он вытворяет? Вы посмотрите. Он просто пулю в пулю кладет. Кошмар какой. Так. Но более-менее, ребят. Все идет неплохо. Более-менее. Так. Давайте кокнем и вот эту вот. Скотину. Отлично. И бахнем вот этих вот уроданов. Эх, я думал, сразу два их получится. Было бы неплохо. Есть. Вот этого, кстати, урода можно не заметить. Он лежит в траве. А на мини-карту не всегда получается смотреть в нужный момент. И поэтому эту сволочь пропустить элементарно. На самом деле. И поэтому. Будьте, ребят, аккуратны. Знаете, вот здесь вот лежит говнюк. Хитрая скотина. Бойцов переправляем. Бойцов переправляем. На самом деле сложность вот этого вот пути, который я выбрал, то есть идти с левой стороны, она в том, что здесь периодически патрулирует БТР. Причем, по-моему, с четырьмя пулеметами. То есть по бокам. На корме пулемет. И курсовой тоже. Поэтому если вы своих бойцов забудете надолго, то велика вероятность, что вас просто приедет БТР и покрошит. Ну, можно идти и с правой стороны. Но с правой, как мне кажется, сложнее. Дело в том, что здесь тоже едет БТР. Плюс в мельнице. Куча народу. Снайперы и прочее. Плюс здесь стоят орудия, естественно. И. Ну, вот, собственно, о чем я и говорил. Так, это отличный шанс, друзья. На самом деле я буду сохраняться почаще. Потому что сфейлиться не хочу. И. Буду. Сохранить игру почаще. Так. Ух ты. Че это за тело тут бегает? Так. Бойцы. Кто привод запустит? Пока нашу машину не взорвали. Давай скорее. Фрис уже что-то догадываются. Так, отлично. Паром пошел. Друзья, не под прямым управлением. Ни в коем случае. Не заезжайте на него. Просто подведите машину поближе. И, собственно, запустится вот этот тут ролик. Просто у меня был такой момент, когда я играл. Я заехал под прямым управлением на сам паром. И у меня машина просто взлетела в воздух и взорвалась. Поэтому. Отлично. Теперь нам надо сделать доступную точку для передачи сигнала. Здесь низина. Вон тот холм. Очень даже подойдет. Давай, родной. Твою маковку. Гансы уже беснуются там. Отгоняем машину как можно... Ну, давай, конечно же, в камень врежься. Машину нам повредить нельзя? Да твою мать! Вот наставили камней. Сука, замаски... Да ты посмотри! А слить нам эту машину нельзя ни в коем случае. Ой, да. Обожаю. Обожаю вождение. Да твою мать! Вот он, ребят, профессионализм. Во всей красе. Аккуратненько на бережочек. Чтобы не спалиться. Все, машина на берегу. Так. Теперь нам нужно расчистить ей путь. До высоты. Сделаем это, конечно же, нашим элитным Рэмбо. Которым мы побежим. Побежали, побежали. Пока Беттер не приехал. Так, у наших ребят все отлично. Режим движения заблочен. Хорошо. Так, пулеметчик. Пулеметчик. Поддержим огнем! Отлично. Гаубица наша. Ну, кстати говоря, в гаубице, по-моему, совсем немного снарядов. Если честно. Всего девять. Ну, о чем это? Это же вообще ни о чем. Поэтому мы топаем дальше. Вперед, вперед, вперед. Аккуратненько не палимся. Не перед кем мы не палимся. Вот этих вот говнюков можете даже не зачищать. Здесь стоит станковый пулемет. И еще несколько ганцев. Так что, можете не обращать внимания. Друзья, хотите, я с вами поиграю в игру, кто хочет стать миллионером? Давайте, представьте, что я Дибров, а вы у меня на программе. Вопрос на тысячу рублей. Как вы думаете, может ли боец взобраться вот здесь вот? Вот на этот холм, на эту высотку. Вот здесь вот. Правильный ответ, может. Это тоже было для меня открытием. Оп-оп-оп, и все. Просто, ребят, я переиграл во все в тылу врага. И мне механика знакома. Я в жизни бы не мог подумать, что... Может быть, что-то такое... Вот в игре, когда вот здесь техника-то не проедет. Не то, что пехотинец. Так, вот сейчас нужно сделать MLG. Так, отлично. В первую очередь гасим вот этих. Бросок. Давай. Скидываем время. Берем вторую гранату. Отлично. Отступаем. Отступаем, боец. Отступаем. Пулеметчики у немцев очень тормознутые. И это радует. Так. Вот сейчас главное не слиться от этого штуга. А грамотно ему на лицо положить гранату. Вот примерно вот так вот. Отлично. Что это тут? Я хочу немножко снайперкой поорудовать. Спокойной ночи. А ты не так прост. Есть, твою мать! Даже без прицеливания я его бахнул. Отлично. Так. Давайте все-таки проверим. Как у нас тут дела обстоят с пехотой противника? Потому что когда мы поедем, нам она тут совершенно ни к чему. Что тут за урод? В камышах сидит. Все. Отлично. Так. Подходи сюда. Перезаряжайся. Отхиливайся. А мы будем устраивать форсаж. Не омигенский дрифт. Восемь. И погнали. Надеюсь, все будет более профессионально, чем в прошлый раз. Когда тут в двух соснах заблудился. Аккуратно. Аккуратно. На этого фрица не обращаем внимания. Он стоит, покуривает. Ему хорошо. На пулеметчика тоже не обращаем внимания. На пак 40 вообще не обращаем никакого внимания. Просто тупо игнор. Аккуратненько поворачиваем. Входим в поворот красиво. Как учили в автошколе. Аккуратненько. Теперь на подъем. Заезжаем. Вот и все. Славно сработано. Мне удалось связаться с нашими танками. Сейчас они будут... Этого только не хватало. Немцы тоже, оказывается, на танки богатенькие. Да еще бы. Наши артиллеристы уже на месте. Удерживаем позиции любой ценой. Похоже, этими архарами они собирались усилить кольцо окружения вокруг наших танков. Да. Усилят. Усилят и еще как. Так, быстренько, 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 быстренько разворачиваем орудие. Слушайте. Бравые хлопцы. А как насчет занять вот этот вот ПАК-40? Может быть там снарядов до жопы? Я что-то как-то даже... Не знаю. Даже не знаю. Ну гаси их, ребята. Вашу маковку. Вот что это сейчас было? Давайте резко. Тут снарядов до жопы. Катим сюда. Катим в тыл, ребята. Разворот. Отлично. Еще и трофеями разжились. Хорошо. Так, тут у нас еще БА-64. Ну в качестве таких мобильных пулеметных точек. Они у нас будут. Так, что это тут у нас? Пума хозяйничает. Как у себя... А нет. Хотел сказать как у себя дома, но они и так у себя дома. Это мы в гостях. Так, что это тут у нас за тело такое? Твою мать. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Нехорошо. 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 Нет. Целое орудие. И башечка тоже целая. Хорошо. Ну собственно говоря, друзья. Вот сейчас начинается самая муторная часть нашей орудии. работы. Просто тупо зачистка. Точнее даже не зачистка, а удержание позиций. Потому что самую нудную и самую сложную... Точнее... Нет. Самую сложную. Да. Самая нудная это вот эта. Часть работы мы проскочили. Это вот эта вот доставка машины. До высотки. Так. Нашу группу элитную. Вот этот супер боец. Мы его сразу вот сюда отводим куда-нибудь. Мы его будем беречь. Работайте по ним, ребята. Есть. Дуплетом. Так. Вимбервильд приехал. Окучивает наших ребят. Надо заканчивать это дело. Все. Тюбетейку мы ему свернули. Так. Тут еще кто-то приехал. А, это Хедсер приехал. Тоже надо его сделать. Только сделаем мы его ББшками. Твою мать. Все. Готово. Твою мать. Не стреляй. Говно кусок. Так. Что-то тут непонятное. Ну да ладно. Так. Орудие целое. Так. Оставим, значит, только стрелка водителя. Посадим вот сюда. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Ну тут уже наши бойцы. За вот этим болотцем, за рекой. Наша группа. Окапывается. И. Там мы встретим уже основную. Часть. Вражьих сил. Так, ребята. Давайте вы экономьте. Боеприпасы. Потому что они не резиновые. Во. Можно и гаубицу, в принципе, занять. Только она такая косая. Так что-то на травам урава шевелится. Значит, танки едут. Два. Так. Пушки колесо снесли. Это нехорошо. Значит, транспортировать ее нельзя. Минус пума. Твою мать. Твою мать. Нам конец. Нет. Не конец. Хамуха. Че ж вы так не по-русски-то, ребята? Ну вот, дождались. Гранаты у кого-нибудь есть противотанковые? Двинь по башке этому танку. Вот и все. Да, фейл, фейлыч, конечно. Че ж они его так близко-то подпустили? Полетайте, ребята. Так, ну вроде держимся. Вроде как. Главное не терять позиций. И не терять надежду. Субтитры сделал DimaTorzok